В Курганской области паводком, вероятно, затоплено месторождение Урана. Официальных подтверждений пока этому нет, но издание агентства со ссылкой на видео из региона и на комментарии местных активистов утверждает, что вода проникла в радиоактивные скважины. Месторождение Урана под названием Добровольное находится между селом Звериноголовское и селом Труд и Знания. Именно его несколько дней назад отрезало от остальной области паводком. Если оба села затоплены, значит затоплено и месторождение. По крайней мере, так считает бывший глава местного штаба Навального и экоактивист Алексей Шварц. Курганский экологический фонд опубликовал видео с трассы в районе месторождения. На кадрах действительно видно, что вода достигла уровня дороги. При этом подтверждений информации о затоплении самих скважин пока нет. А еще 20 апреля пресс-служба Росатома уверяла, что месторождение в полном порядке. С нами на связи есть экоактивист и физик Алексей Шварц. Обсудим ситуацию в Курганской области подробнее прямо сейчас вместе с ним. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Долго вы к там подключались, и вам это все-таки удалось. Очень рад. Да, извините, технику подвела. Прошу прощения. И спасибо за то, что подождали. Вот и хорошо, что я вышел на связь. Сейчас мы будем разбираться. Во-первых, агентство ошиблось. Оно процитировало экоактивиста, который был просто сученый, засланный ментами. Чувак, чтобы просто показать, что в Кургане вот они ваши активисты, это дурачки. Смотрите, сам этот активист собирает деньги Сталину на памятник. Он приходит там на слушание и забывает сказать важное или говорит то, что нужно, когда выступает в Думе. Потому что он из партии КПРФ, ему можно. Алексея Шварц позвать нельзя. Он там радикал, экстремист, он из команды Навального. Алексей, вот сейчас мы вас позвали, просто хотел бы к сути перейти. Что произойдет, если в воду реки Табул попадет раствор урана, если он еще не попал? Что будет? Он попал. Смотрите, там затопило все в начале месяца еще. Сейчас уже картины, наоборот, показывают, что вода уходит. В начале месяца там все затопило. Затопило месторождение урана со старыми скважинами и новыми. Старые скважины находятся ровно на том же месторождении, где и бурятся новые. Это одно рудоносное тело. Нет смысла бурить новые скважины где-то не над ураном. То есть, соответственно, около сотен скважин было затоплено. И радиоактивный раствор кислоты, в котором растворен уран, попал в воду. И теперь просто в реке есть концентрация, какая она, мы не сможем измерить. Потому что альфа-частицу, чтобы ее измерить, там надо взять пробу воды, выпарить и узнать, сколько там в осадке. То есть это сложный процесс, его никто не будет делать. А кто его делает? Росатом сам. Потому что надзорным органом за всеми радиоактивными элементами в стране отвечает сам же Росатом. Сам против себя он никогда свидетельствовать не будет. Получается так, что вот эти растворы, как его называют сами атомщики продуктивные, они сейчас попали в воду и продолжают в нее поступать. Потому что месторождение еще частично закрыто водой. Чем это грозит? Потому что кто-то из наблюдателей сегодня говорил, что вода Табола неизбежно сильно разбавит вот этот раствор, и концентрации не будут превышать нормативы. Вот если они даже не будут превышать нормативы, это чем-то грозит местным жителям? Конечно. Смотрите, уран, он распадается, ну это физика седьмого класса, то есть там понятно, альфа-бета-гамма-распад. То есть очень опасен именно альфа-распад. Тем, что эта частица, да, от нее легко можно укрыться обычными резиновыми перчатками и сапогами, но если она попала вам на тело или внутрь организма, онкологии не избежать. То есть именно онкологии, потому что она поражает клетки, она вызывает новообразование. И концентрация не важна этого вещества в воде? Не важна, одна альфа-частица, одна альфа-частица, и просто сиди, гадай, где у тебя будет рак и чего. Это даже не мои слова, я могу вам скинуть видео самого Росатома, где они об этом также рассказывают простым языком, не вдаваясь особо в науку. Они делали пропагандистский такой пиар-ролик про ТВЭЛы для продажи на Запад, на Запад с атомного топлива. И, в общем, в этом ролике они это проговаривают на второй минуте. То есть, к сожалению, в Кургане, с приходом Далура, 20 лет их добычи урана, Курган стал занимать первое место по смертности от онкологии. Правительство области, чтобы не портить статистику, специально закрыло онкоцентр. И в Кургане просто нет ни одного жителя, у кого бы в родне кто-то бы не умер от рака или в данный момент не умирает от рака. У меня бабушка умирает от рака, у меня мамы рак. То есть, и это все началось только с приходом Далура, Росатома. Скажите, а вот сейчас многие вспоминают наводнение 1994 года в Курганской области. Скважины, о которых идет речь, они тогда затапливались? И как это отразилось на экологии, на заболеваемости? Смотрите, вообще старые скважины, они там находятся с 80-х годов, когда советские ученые проводили исследование месторождения добровольное. Тогда они пробурили пробные скважины и сделали заключение, что добывать запрещено. У меня есть этот документ, он опубликован на моем сайте. Добывать запрещено, потому что высоконапорные грунтовые воды выталкивают этот уран на поверхность. И тогда добычу урана запретили. Но Росатом просто наплевал на все это, из чего-то взял, что теперь добывать можно, и добывает. Тогда это тоже добывало, и это, знаете, мало того, когда только советские ученые провели свою, так сказать, экспедицию, проверку, разведку местности, в те же годы, это местные жители рассказывают и даже показывали мне свои старые газеты, которые они сохранили, в области возросла рождаемость, там, пятилапых телят, двухголовых утят. То есть это спровоцировало изменения на клеточном уровне у живых организмов. И тогда примерно уже и началось. Алексей, да. Сейчас власти региональные, федеральные, госкорпорации Росатом, что-то могут сделать в данный момент? Или уже сложно? Слушайте, никто ничего не может сделать с рекой Теча. Это в которую сбросили отходы с комбината Маяк. Теперь просто весь мир имеет колоссальную реку, которую признали как жидкие радиоактивные отходы, опаснейшие. Просто набили табличек, не подходить. Но местные жители продолжают там рыбачить. То есть суть в том, что никто ничего делать не будет и не собирается. Наоборот, все ждут, когда половина вымрет, половина сбежит из области, чтобы спокойно добывать уран из Кандии. Это сейчас только третье месторождение. А их в Кургане всего шесть отмеченных на, как это называется, в реестре природных ископаемых Российской Федерации. То есть шесть месторождений урана в Курганской области. Сейчас только третье разрабатывается. Два уже вовсю добываются. Одну даже скоро прекратят добывать в Шумихе и в Долматово. Да, вот там два добываются. Это Курганская область, это Шумихинский район и Долматовский район. Сейчас Звереноголовский район. И будет еще три на подходе. Они заинтересованы, чтобы просто все оттуда уехали, никто не... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok